Я сейчас хотел бы представить вам трех представителей, которые собрались, объединились для того, чтобы сделать эту новую, серьезную, глубокую, радикальную программу реформ. Я приглашаю на сцену Давида Сакварелидзе. Давид не нуждается в представлениях. Да, он сегодня расскажет про один из ключевых блоков реформы правоохранительной системы. Блок, который посвящен основным функциям государства, без которых не может существовать ни одно государство. Оборона, безопасность и, конечно, охрана права. Я хочу пригласить Глеба Вышлинского, директора Центра экономической стратегии. Он представляет второй блок того, что у нас принято называть сугубо экономическими реформами. Макроэкономическая стабильность, фискальная стратегия, приватизация, земельный рынок. Все то, где мы, к сожалению, третий год буксуем. Свободное движение капитала. И третий участник сегодняшней панели, Мария Гайдар. Мария Гайдар отвечает за третий блок. Блок, посвященный модернизации. Да, конечно, нам нужна сильная полиция, нам нужна сильная армия. Нам нужна экономная власть. Нам нужны экономические свободы, но нам также надо что-то делать с теми секторами, в которых так получилось в 20-21 веке. Вплотную присутствует государство. Мария расскажет про свои идеи в части реформы здравоохранения. Мы считаем, что для того, чтобы построить действительно эффективную и справедливую систему здравоохранения, нужно ставить вопросы острее, четче, резче, чем это делается сейчас. У нас будет возможность после того, как ораторы расскажут про свои части программы, задать вопросы-ответы, готовьте. Я передаю слово Давиду Сакварелидзе, отважному человеку и очень умному при этом человеку. Спасибо всем за внимание, за то, что нашли время в субботу. Это меня подталкивает на мысль, что Украина все-таки победит, поскольку такое количество молодежи с энтузиазмом находит время в субботу, чтобы услышать, как решить бесконечные проблемы Украины. Это уже большой подвиг, я так считаю. Перейду. Сколько у нас времени? 12 минут. Меня часто спрашивают, что нужно сделать для того, чтобы реформировать правоохранительные органы Украины. Для того, чтобы Украина и мы с вами постоянно не собирались на телеэфирах, на таких собраниях, на конференциях и бесконечно не жаловались на то, что все так плохо и невозможно прорываться вперед. Это не цель. И я также не хотел бы, чтобы Украина бесконечно стала меккой международных экспертов, которые бесконечно приезжают в Украину, пишут бесконечные рапорта, рекомендации, накапливаются эти рекомендации. Мы шутили на прошлой конференции, что если сжечь все эти рекомендации и рапорта, связанные с коррупцией, которые накопились десятилетиями в Украине, в принципе, эту зиму можно пережить, я так думаю. Топливо будет на одну зиму. Так что я не хочу, чтобы мы бесконечно кого-то слушали. Мне бы хотелось, чтобы мы сами что-то поменяли, в конце концов. И Украина не стала и не оставалась бедной и коррумпированной страной, к сожалению, по последним рейтингам, которые Володя озвучил. Что нужно для того, чтобы реформировать право охранительной органы? Я думаю, что нужно или видение, или везение. Если нету везения, его нету, объективно говоря, надо тогда бороться, чтобы рычаги влияния имели люди, которые имеют такое везение. У нас, к сожалению, я пользуюсь возможностью, поскольку сегодня выступаю в центре Кахи Бендукидзе, моего наставника, большого учителя, и друга, и товарища, и до сих пор не могу предъявить, что этого человека примириться, смириться с тем, что этого человека нет рядом с нами. Мы иногда часто шутили, что в развивающихся государствах, и этот путь проходила и Грузия, и Украина проходят, существует проблема с законом мании и законотворчеством. Мы несколько раз, и вы, я не сомневаюсь, что тут собрались люди, которые стояли на двух самых больших антикоррупционных революциях за последние десятилетия в Европе, два Майдана я выведу, и за что-то боролись, и радовались тому, что меняли власти, но, к сожалению, не менялась бюрократия. То есть бюрократия осталась, к сожалению, то есть те люди с рычагами влияния и с видением, от которых мы сегодня ожидаем реформирования правоохранительной системы, они остаются, к сожалению, при власти. Меняются только имена, но ментальная модель сегодняшней правоохранительной системы похожа на Деуланус. Я иногда шучу, Деуланус тоже в Украине выпускается. То есть из-за того, что машины сегодня стоят, иностранные машины очень дорого, Деуланус все-таки продает свою продукцию, потому что люди вынуждены покупать Деуланус. То есть если так, как Деуланус выпускали бы и другие компании, как в Турции, например, Fiat собирает машины, Renault и была бы конкуренция, то люди не покупали бы Деуланус. Я не хочу, чтобы получилась антиреклама, но это факт. То есть мы не должны быть похожи на фабрику «Запорожец», которая сегодня оглохла, то есть которая некачественный продукт и неудачи продажи своего некачественного продукта сваливает на потребителя. Потребитель ни при чем. Потребитель — это вы, это мы все, которые на самом деле уже очень давно опередили и обогнали власть и тех людей, которые должны, по идее, иметь такое влияние и рычаги на реформирование. И вот этот закон умания бесконечно олицетворяет фрустрацию и как-то разочарование народа, который борется, доходит до какой-то степени, но до конца не может прорваться, не может до конца победить. Вот эта победа олицетворяется уже на нормальных западных институтах. Поэтому все ищут технические способы и технические, значит, меры воздействия, чтобы решить политические проблемы. Я это постоянно повторяю. Невозможно техническим путем решить политическую проблему. Невозможно, поменяв закон, выстроить суперправильную современную систему, если людей, которые занимаются менеджментом, нет на то видения. То есть я не теоретик, я никогда не занимался теорией. Я всегда занимался процессом. Сам лично я верю в процесс. Верю в людей, которые берут на себя ответственность, которые с сегодняшнего дня уже могут сесть, расписать все по неделям, по дням, по месяцам и брать на себя ответственность, что они готовы отвечать за каждый день или за каждый месяц своей деятельности. Вот в этом, я думаю, что будет очень хорошая комбинация и гражданского контроля, и современного видения. Но для этого мы все должны понимать, куда мы двигаемся, как найти этих людей и как дать этим людям рычаги влияния. Я максимально хочу сегодня уйти от политики, но не получается. Потому что людей с видением обычно находят политики, которые берут в руки политическую власть в той или иной стране. Существует какая-то организация, которая называется, может быть, политическая партия, у которой есть своя идеология, есть своя логика, и есть свой план действий. Эти люди кристаллизируют определенный политический класс, создают команду, выигрывают выборы или не выигрывают выборы, и борются, но если выигрывают выборы, то заставляют своих же чиновников, назначенным ими чиновников, менять определенную систему. Но, к сожалению, у нас нет такого цикла. Поскольку нет идеологических партий, нет монолитности власти, нет монолитного понимания диктаторства, диктаторства реформаторских законов, и нет, к сожалению, до сих пор элиты, которая не выбрала страничку Форбса вместо учебников истории, например, и политики. То есть сегодня мы каждый день сталкиваемся с таким соблазном. Что ты выбираешь? Володя, не в обиду говорю про Форбс. Станичку Форбса, где любого чиновника, который сегодня заработал, может быть, несколько сотен миллионов, может завтра обогнать китайский студент, который напишет новую аппликацию для айфона и заработает миллиард за несколько дней. То есть, ну да, можно выбрать, в принципе, тоже. Но есть люди, которые получают удовольствие, извиняюсь за заргон кайф, от того, что они делают, что самая большая страна Европы сегодня может сделать исторический, геополитический прорыв, и они могут зайти в историю, как люди, которые были частью этого всего. Я не сомневаюсь, что в этом зале достаточное количество людей, которые не хотят зайти в Форбс и хотят стать частью истории. Я думаю, что все будет отлично, если мы очень быстро сможем как-то самоорганизоваться и продолжить Майдан в интеллектуальный и умственный Майдан. Не силовой, без которого ежедневно существует в Украине, но интеллектуальный Майдан, который заходит уже в конкретные институты умами, ответственными людьми, а не, например, автоматами, гранатами, гранатометами и так далее. Так что, когда задают вопрос, как реформировать прокуратуру, к примеру, или суды, я задаю встречу вопроса, как вы видите реформирование налоговой таможни? Потому что, если не реформируешь налоговую таможню, например, если государственный бюджет не получает доходов, то нечем будет содержать такую бюрократию. Сперед надо понимать, нужна ли нам такая бюрократия, какие у этой бюрократии функции на сегодняшний день. К сожалению, правоохранительная модель, о которой мы сейчас разговариваем, осталась очень сильно постсоветская. И бизнес-процессы той же самой прокуратуры в судах, в МВД, где-то 70% этих бизнес-процессов нужно просто взять, вырезать и выбросить. Так же, как и происходит дирегуляция, например, разрешительной или лицензионной системы или экономики, так же должна произойти дирегуляция функционала работы самих правоохранительных органов. Да, сегодня нет у нас общего надзора, но есть куча всего, которое сегодня абсолютно не нужно вам, не нужно потребителю. Но как-то вот чиновники, которые сами не виноваты, ну, не все зарабатывают, кто-то живет на зарплате, вынуждены следовать вот той рутине, к которой они привыкли уже десятилетиями, никто ничего не меняет. Так что отходить с дирегуляцией нужно таким же способом, как и, например, дирегуляции экономики. У нас в Украине происходит удивительная, кстати, такая тенденция. Мы страна, которая больше всех на свете, наверное, нуждаемся в самой либеральной экономической реформе и в самой серьезной дирегуляции и освобождении рынка от давления чиновников и, ну, можно сказать, что самым негуманным и строгом уголовным законодательством и уголовных процессах, которые привлечут к ответственности тех людей, которые сегодня мешают тому же экономическому развитию. А у нас наоборот. У нас сегодня самый негуманный экономический климат и самое гуманное уголовное законодательство. Если вас кто-то обманывает, то это неправильно на самом деле. У нас самый гуманный уголовно-процессуальный кодекс в Европе. Даже в сравнении с Италией, даже в сравнении с восточноевропейскими государствами, с Румынией, например, и так далее. Такого у них нет. И если вас кто-то обманывает, что это европейские стандарты, то такого не существует ни в одной европейской стране. Есть задача, надо постраиваться под эту задачу. Так что я глубоко убежден, что все-таки такие люди рано или поздно найдутся, но для того, чтобы они нашлись, нужен очень сильный парламент и нужна политическая власть в парламенте. Невероятно, что сегодня премьер-министр не имеет поддержки парламента. Как мы можем ожидать существенной реформы в любой сфере, когда премьер-министр не имеет поддержки парламента? Ну, объясните, пожалуйста. В любой большой стране такого размера нужны очень быстрые и серьезные и сильные реформы. Нужна правильная консолидация правильной власти. Я не имею в виду авторитарную власть. Но консолидация власти, чтобы потом говорить, что мы децентрализируем, кому передаем эти функции и так далее. Сегодня, поскольку нет такой правильной власти, то некому передавать эти функции. Это может называться просто воруете больше на местах, к сожалению. В других государствах премьер-министр олицетворяет единость с парламентским большинством. Меня так учили, по крайней мере. То есть он представляет парламентское большинство, у них какие-то общие цели и задачи, они продвигают вместе определенные реформы, парламент принимает законы, помогая этим реформам, а правительство исполняет. А у нас так получается, что премьер-министр сегодня не имеет поддержки парламента, потому что парламент фрагментирован, потому что ему назначали по кодам разных министров, и он даже, имея желание, не может уволить, например, председателя налоговой или таможни. Ну, о каких реформах вообще можно говорить? Пока нету единой кристаллизированной какой-то политической силы и центра, который будет понимать, куда мы двигаемся. Так что я думаю, что мы, к сожалению, потратили очень много энергии и очень много крови, к сожалению, в жизни ушло. Ушло за эти два с половиной года из-за буквальной войны, из-за того, что Владимир Владимирович Путин понимал, что если центр тяжести и проблем не перебросить сегодня буквально в сердце Украины, то Украина может быстро выскочить. То есть та энергия, которая буквально ушла в АТО, на буквальную войну, она могла остаться и зайти в буквальные институты, в государственную власть и более агрессивно требовать от власти или менять эту власть тех реформ, из-за того произошла самая большая антикоррупционная революция. К сожалению, этого не произошло, но мы не будем сейчас сидеть и годовать, и плакать. Надо действовать, надо двигаться дальше и объединяться, чтобы такие цели и задачи были выполнены максимально быстро. Спасибо, Давид. Я хотел подхватить два момента из твоего выступления. Во-первых, я вообще мыслю, вот этот наш общий проект «План Ди для Украины» мы делаем такого коллективный разум, если хотите, коллективного Каху Бендукидзе, потому что в Украине нужно делать вот такие государственнические на самом деле реформы и действительно очень глубоко дирегулировать и очень сильно усиливать государство там, где оно обязательно должно быть. И второй момент, действительно реформы должны быть всеобъемлющими, то есть нельзя отдельно починить милицию, нельзя отдельно починить прокуратуру, нужно чинить налоговую, таможню, нужно проводить дирегулирование, а значит слово Глебу Ушлинскому, который отвечает у нас за скажем так экономический сугубо экономический блок. Спасибо. Я как представитель экономического направления подойду к этому корпоративно чуть-чуть и формально с презентацией, но так и легче в принципе воспринимать, как мне кажется. Итак, еще одна экономическая стратегия, зачем она нужна? У нас есть очень много стратегий, у нас есть стратегия президента 2020, у нас есть стратегический документ Министерства экономического развития и торговли Айвороса Абрамовичуса, еще шлях до процветания, к которому я тоже имел некоторое отношение. У нас есть программа деятельности правительства, в этот раз актуальная программа деятельности правительства Гройсмана, у нас есть план приоритетных действий правительства в рамках этой программы на 2016 год, у нас есть меморандум экономической и финансовой политики, который подписали президент, премьер, министр финансов и глава национального банка и подали его в Международный валютный фонд. Собственно, в чем отличие? То есть зачем еще один документ? Коротко, если вернуться к каждому из этих документов. Стратегия 2020. Какое-то количество рамочных вещей, какое-то количество ключевых показателей, какая экономическая идеология в этом документе, мне сказать достаточно сложно. Шлях до процветания. В этом документе есть идеология, она достаточно близка к тому, что мы здесь сейчас создаем, но это только один кусочек, это только та часть, за которую отвечает собственно говоря Министерство экономического развития и торговли. Программы правительства, программы и план действий правительства. Вот здесь собственно дальше я об этом буду говорить основные отличия. Многие правительства и даже это правительство часто исходят из благих намерений. То есть мы во многих действиях можем увидеть в том числе искреннее желание сделать что-то лучше. Но здесь начинаются разнообразные политические ограничения и вопрос в том, насколько каждое правительство эти политические ограничения для себя видит. Есть документ Международного валютного фонда, не украинского правительства, поданного Международному валютному фонду на самом деле. Это совместный документ. Документы очень хорошие. Всем, кто интересуется, я советую актуальные меморандумы читать всегда. Это во-первых просто хороший образец документа, во-вторых они очень целостны, они очень хорошо грамотно смотрят на те основные проблемы, которые есть перед страной. Вы можете соглашаться не соглашаться с теми рекомендациями обязательствами, которые берет на себя правительство, но с точки зрения качества экономического анализа это очень хорошее гарантированное качество. Но опять-таки это документ на несколько лет, он покрывает то, что может быть сделано в течение нескольких лет. Соответственно отличие от того, что мы с коллегами пытаемся сделать в этом документе, это снять те ограничения, которые есть перед авторами других документов. Главное украинское классическое ограничение, которое мы хотим снять, это не над шасси. То есть это такое всеохватывающее практически философское понятие, которое описывает восприятие политической возможности или невозможности, включая заинтересованные стороны часто с коррупционными или прочими антинародными намерениями. Люды назразумеют. Ну то есть это просто политическая слабость, это неготовность объяснять, почему что-то необходимо. Я на самом деле был последние полчаса, которые я слушал предыдущего выступающего, ну то есть вот это вот образец того, как нужно собственно говоря коммуницировать с людьми, с гражданами, с избирателями, к сожалению боятся еще на сегодняшний день те украинские политики, которые находятся у власти, так однозначно говорить со своими избирателями. Так было завжды. Ну это опять-таки классическая украинская история, характерная скорее для украинских чиновников, которые на самом деле не хотят делать чего-то того, что можно не делать. То есть такое классическое ожидание советского военнослужащего, что давайте мне отдали приказ, я ничего делать не буду, до тех пор, пока мне его не отдадут второй раз, до того времени может быть рассосется, а я пойду лучше и посплю например. И дуже складно. Это касается очень многих задач, где на самом деле бывают сложные задачи. Не все неправильные экономические политики меняются рощерком пера. Вот просто появилась у нас, как говорят, политическая воля, и вот мы взяли и подписали то решение, которое всем очевидно. Очень часто решение бывает не очевидно. Очень часто решение состоит из последовательности десяти разнообразных шагов, которые требуют большого количества работы. И очень часто просто когда умные люди это понимают, они решают, что нет, мы этого делать не будем. Принципы здесь авторства Владимира, я просто их хочу показать, поскольку те принципы, которые заложены в основу программы, о которой мы сейчас говорим, плана действий, это главное, наверное, то, что есть в этом документе, это то, что при прочих равных предпочтений отдается частным и негосударственным решениям, то, что в ситуации неопределенности мы отдаем предпочтения вариантам, которые оставляют больше свободы для граждан, это то, что при выборе, опять-таки, очень характерная ситуация практически для всех реформ сейчас в Украине между поэтапным и быстрым вариантом действий, мы выбираем быстрый вариант действий, а не пытаемся искать компромиссы, это нулевая толерантность коррупции, это импорт институций из развитых стран, это всеобъемлющая либерализация по принципу все, что не запрещено, разрешено, и это максимальное использование IT-решений. Цели, которых мы, собственно говоря, пытаемся достичь, это уже моя формулировка, это документ в работе, это подорвать коррупцию благодаря изменениям в экономической политике, которые сделают коррупцию невозможной, это сократить неэффективные госрасходы, что позволит уменьшить налоговое бремя для бизнеса, это создать наилучшие условия для инвестиций, очень низкий уровень которых сейчас является главным фактором крайне низкого экономического роста в Украине. Теперь отдельные направления, которые будут покрыты в программе. Очень коротко, чтобы не грузить вас разнообразными техническими деталями, которых хватает в разных программах. Мы отказываемся от того, чтобы государство определяло какие-либо приоритеты и давало какие-либо льготы. Все, кто собрались здесь, очевидно, вы люди неравнодушные, и мы рассчитываем и на вас среди прочего в том, чтобы общаясь, например, со своими друзьями и коллегами, вы, например, объясняли им, что прекрасная, красивая идея создавать индустриальные парки, в которых по счастливому стечению обстоятельств можно будет получить вроде как пятилетнюю рассрочку на НДС при импорте, вроде бы как оборудование, что на самом деле означает то, что этот НДС никогда не будет уплачен, а под видом оборудования можно будет завести все, что угодно. кто постарше помнит историю свободных экономических зон, что вы расскажете своим друзьям, расскажете тем людям, которые также имеют влияние на принятие решений, что это просто еще одна коррупционная схема, которая кроется под видом всего того спектра предлагаемых решений, где, собственно, государство должно определять что-либо, определять какие-либо приоритеты для экономического развития и направлять, собственно говоря, в данном случае эти деньги, которые не будут уплачены теми, кто получит на это право в казну и не будут потрачены на те цели, которые общество считает необходимым потратить. Вместо этого наилучшие условия для всех это суды, которым доверяют. Вот это вот самое сложное. По опросам иностранных инвесторов мы видим, что недоверие к судебной системе это вопрос номер один, это преграда номер один для иностранных инвесторов в Украине. Это как раз сложно, потому что это такая кроссфункциональный вопрос. Это что-то, что нам должны помогать делать коллеги, что сами по себе экономисты сделать не могут. То есть мы понимаем, что когда оцениваются риски при вхождении на рынок Украины, то это очень важный риск. Но мы не можем сказать, что согласно учебнику экономической теории должно быть сделано так-то, как экономисты. Мы не знаем, как это сделать. Это знают коллеги, которые занимаются судебной реформой. Но это единственный такой, наверное, случай. У контролеров нет возможности для коррупции. Здесь мы говорим о дискреции, о возможности самостоятельного принятия решений чиновниками в самых разных вещах от пожарников до налоговиков. Это свободная торговля, о чем сегодня уже неоднократно говорили. Мы не запрещаем экспорт леса кругляка для того, чтобы не вырубались украинские леса. Мы пытаемся понять, почему у нас вырубаются украинские леса в тех объемах, которые, что называется по-английски не sustainable. И мы решаем проблему незаконной вырубки украинских лесов. Они мы под видом защиты окружающей среды в Украине помогаем тем представителям деревообрабатывающей отрасли, которые лоббируют подобные решения. Это инвестиции в инфраструктуру. Если все-таки мы собираем налоги в бюджет и мы затем тратим эти деньги. Исследования показывают, что государственные инвестиции оказывают сильное положительное влияние на экономический рост. Понятно, что в Украине очень долго эта тема среди экономистов, рыночников, назовем так, была темой табу, поскольку все понимали, какой объем воровства происходит при госзакупках. Сейчас ситуация улучшается и все-таки мы не можем не реагировать на такие вещи, когда крупные промышленные предприятия стонут от невозможности не то, чтобы расширять, а даже сохранять существующий объем производства, поскольку им не хватает вагонов, например, или им не хватает портов, мощностей в портах. Государство, одна из функций государства и функций госпредприятий, которые не могут одномоментно прекратить свое существование в Украине на сегодняшний день это смотреть на то, что должно быть сделано в инфраструктуре от государственной политики и заканчивая конкретными действиями. Новая фискальная политика. В Украине традиционно считается, что бюджет должен быть дефицитным. Бюджет не должен быть дефицитным в Украине. Мы должны снижать госдолг, который в Украине становится все более и более неустойчивым, все более и более высоким, как доля ВВП за счет профицита. Фактически в прошлом году в Украине был первичный профицит бюджета, если отнять расходы на обслуживание долга и квазифискальные расходы. Соответственно, нам необходимо системно пересматривать все госрасходы. и это огромная тема на самом деле, в частности тот центр, который я представляю, мы в ближайшие недели опубликуем большое исследование по этому поводу, коллеги из центра Бендукидзе также этим занимаются. Это позволит нам уменьшить расходы на обслуживание дорогого долга. Почему для Украины большой долг невозможно, то есть плох, мы не можем занимать как немецкое правительство сейчас под отрицательную процентную ставку. Мы имеем очень высокие расходы, которые ложатся на плечи не то чтобы следующих поколений, а на плечи существующего поколения. И это больше доступ частного сектора к капиталу, который не съедается государством как заемщиком. Налоговая реформа. Всевластие инспектора мы это проходили, так выстраивалась налоговая система при Азарове. От нее мы должны перейти к автоматизации, мы должны перейти к автоматическим решениям на основе алгоритмов заложенных в законе. Это электронный кабинет налогоплательщика. Я думаю, что из присутствующих очень большая часть пользуется интернет-банкингом, будучи клиентом банков. По сути это то же самое. Нет никаких оснований утверждать, что те операции, то взаимодействие, которое происходит у государства с налогоплательщиком, не может быть реализовано в аналогичном формате. И это полный, называется, за хорошими новостями, есть все-таки новость, которая должна выравнивать условия игры для всех. Это полный электронный контроль над движением товаров и уплаты налогов. То есть очень хорошая новость за просто хорошими. Поскольку мы понимаем, что создавать систему, при которой налоги будут низкими, можно только в том случае, если налоги будут платить все. Если мы приходим в крупную розничную сеть и нам продают товары за наличные без фискального чека, то мы понимаем, что это операция, при которой налоги в лучшем случае платятся в минимальном объеме, в худшем случае, в большинстве случаев на самом деле не платятся вообще. И это создает огромные потоки наличности в стране, которые, среди прочего, используются и для стимулирования коррупции. Финансовый сектор и движение капитала. Логика, которая есть в Украине на протяжении последних 25 лет, вот что неизменно, это то, что мы не выпустим ваши деньги из страны. Вот валюта это вечный дефицит. У нас нету дефицита айфонов, у нас нету дефицита, ну кроме разве что 7+, который почему-то всюду в дефиците. У нас нету дефицита масла, у нас нет дефицита мяса, зато у нас постоянный дефицит иностранной валюты. Дефицит иностранной валюты в лучших традициях Советского Союза у нас происходит именно валюту раздавать в тех традициях, в которых раздавались товары в советское время. Соответственно свобода движения капитала и валюты это отмена валютного контроля. Многие поколения бухгалтеров, банкиров уже наверное не представляют себе мир, в котором под операцию покупки валюты для импорта чего-либо не нужно подавать бумажные контракты в печатном виде с обязательным нотариально заверенным переводом на украинский язык. Это легальные инвестиции за рубеж. Украинцев считают людьми, которые не имеют права официально выводить свои деньги, желая инвестировать, например, в акции Apple. При этом мы осознаем, что любой бизнес средний и крупнее среднего имеет офшоры за рубежом, то есть имеет соответственно офшоры, владельцы имеют офшоры, схемы работают таким образом, что очень часто экспортные и импортные операции полностью вообще закрываются за пределами Украины благодаря собственно говоря той системе валютного регулирования, инвестиционного регулирования, которую мы имеем на сегодняшний день. Поэтому на самом деле богатые люди имеют возможность инвестировать во что угодно в любой стране мира. Простые люди этой возможности не имеют. Открытый валютный рынок. Я начинал свою карьеру в начале 90-х годов в Украине как финансовый журналист. Я еженедельно писал обзоры валютного рынка. Те, кто младше меня, наверное, удивятся, когда я скажу, что 20 лет назад в Украине валютный рынок был более свободный, более наполненный и более гибкий, чем он есть сейчас. На самом деле это стыд. Это стыд страны, что на сегодняшний день в этом направлении у нас не то чтобы прогресс, у нас регресс наблюдается. Это последнее НБУ, это активный участник Ницербер рынка. Национальный банк привык к тому, что способ как обеспечить выполнение своей конституционной цели стабильность денежной единицы, это, собственно говоря, все запретить. И затем заместитель главы Национального банка радостно говорит о том, что вот у нас большие колебания валютного, большие колебания курса гривни к иностранным валютам в какой-то день из-за того, что в Америке был праздник, а перед этим в Украине был праздник. У нас настолько маленький рынок, который руками управляется Национальным банком, что такие факторы являются определяющими для курсовой стабильности в Украине. Рынок должен быть полноводным, а Национальный банк должен иметь достаточно квалифицированного персонала для того, чтобы играть на этом рынке в полную силу с квалификацией не хуже, чем участники в частном секторе. Государственные предприятия. Опять-таки, мы привыкли к тому, что кто может быть не знает, главка это в советское время я не ошибаюсь, главное управление цветметра. Или главный комитет. Главный комитет. Да, вот что-то такое, ну главка, все называли главку, какой-то отрасли. То есть для многих присутствующих по-прежнему нормальным воспринимается ситуация, привычной воспринимается, когда, например, непосредственно Министерство инфраструктуры управляет Украинской залезницы. И вот, собственно говоря, ключевые, так называемые стратегические предприятия управляются политиками для политических целей. Необходима приватизация, необходимы независимые наблюдательные советы в тех предприятиях, которые не будут приватизированы в ближайшее время. Возможно, не будут приватизированы никогда. Это все, практически все продавать как можно быстрее. Единственный критерий это прозрачность, свободный доступ для всех участников. Что не продаем, независимые наблюдательные советы где большинство не является политиками и не принимают решения, исходя из политических целей, в частности политической коррупции. Это избавиться от других госактивов, в частности огромного объема земли, который принадлежит на сегодняшний день государству. И вот, собственно говоря, последний вопрос это земельная реформа. То, о чем нам говорят украинские политики, это то, что украинцы это дебилы, которые не в состоянии продать за нормальную цену, принадлежащую им сельскохозяйственную землю. Поэтому уже 15 лет украинцам запрещают продавать свою землю. Я знаю, сегодня здесь этот вопрос активно обсуждался, была большая панель по этому поводу. Мы считаем, что в земельной сфере, точно так же, как во всех других сферах, должно быть реализовано право граждан на собственность. Необходимо принять законодательную базу для защиты от рейдеров и оптимизации оборота земель, для того, чтобы сельскохозяйственное производство было эффективным. Но это должно быть сделано как можно быстрее. как это обещано президентом, премьером, министром финансов и главой национального банка, этот закон должен быть принят в этом году. И отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Без этого мы далеко не уйдем. Спасибо большое. Спасибо, Глеб. Я хотел обратить ваше внимание на то, что мы сегодня презентуем работу, которая продолжается. Наши идеи, наши предложения открыты для критики. Мы готовы слушать, слышать, учитывать все, что нам покажется правильным. И я надеюсь, что вот эту презентацию можно будет скачать, посмотреть на сайте Центра экономической стратегии. Вы повесите, да, Глеб? Отлично. Тогда берите, критикуйте, присылайте нам свои идеи, а мы тем временем послушаем, что же нам сделать с той сферой жизни, в которой нарком Симашко когда-то оказалось построил такую успешную модель всеобщей вакцинации, всеобщей профилактики, в общем, такую индустриальную, социалистическую модель здравоохранения. Наверное, Украина одна из последних стран в мире, в которой эта система осталась. Если можно вообще назвать то, что есть системой, какой бы то ни было. Руины системы. Руины системы, да. Музей этой системы. Да, я встану. Я, во-первых, очень рада вас видеть. Действительно, очень приятно, что столько людей собрались в субботу. Я понимаю, что, может быть, в большой части этой аудитории тема медицины и здравоохранения не так близка. Вот когда собираешь аудиторию постарше, конечно же, тут просто это такая на практике осознанная боли проблема. Тем не менее... Маша, зимой для всех актуальна, поверь мне. Все болеют зимой, так что для всех актуальна. Зимой, да, для всех актуальна. Но тем не менее, я хочу сказать, что это очень показательно, очень важно. Что нужно, чтобы проходили реформы? Нужно, чтобы была осознана необходимость реформах в обществе. Ну вот, в случае с медициной эта необходимость точно осознанна. По вопросам это вторая самая ожидаемая, это либо первая самая ожидаемая реформа, но это вторая проблема после ЖКХ, которую называют люди. Одесский областной совет, я всю избирательную кампанию, ну у меня было много тем, но в основном мы начинали говорить про медицину, с людьми с этой темой уже не успевали сходить. То есть людей это очень волнует. Люди готовы на очень многое. У них очень, в принципе, достаточно низкие ожидания уже от того, что может быть сделано. И мне кажется, они готовы многие вещи воспринимать, да, и выходить за уже пределы того, что есть. Но что еще нужно для реформы, чтобы она была? Нужно, конечно же, видение, нужны люди, которые разделяют это видение. Всегда с некоторой завистью смотрю на как раз реформу правоохранительных органов, потому что здесь есть ситуация, когда все это сошлось. И тем не менее, мы видим, какие проблемы с реформой. Общество осознает эту проблему. Никто, мне кажется, вообще нет человека, который бы с этим поспорил. Есть уже сформулированное видение, оно достаточно понятное. Мы понимаем, кого надо устранить, мы понимаем, кого надо провести. Мы понимаем, есть контроль общества, постоянное внимание это через средства массовой информации. И есть уже группа людей, в том числе, ну, с моей точки зрения, то, что в Украине получилось достаточно уникально, это то, что был пример практически Грузии, и пришла целая команда, которая уже имела кредибилити в этом. могла сказать, мы сделаем как у себя. Вот я могу сказать, что в медицине, в здравоохранении, как и в других социальных сферах, на самом деле это касается и образования, реформы социальных выплат, есть только потребность, есть только потребность общества. По большому счету, ни видения нету. Ну как, вот вы все время слышите про реформы здравоохранения, да, что они нужны, нужны, но может хоть кто-то сказать, вот сейчас общество, из чего они должны состоять? Нет, никто не может это сказать. Может ли кто-то хотя бы дать ответ, страховая или нет? Вот все время говорят, у нас будет страховая. Что это вообще значит? Это значит, что кто-то получит страховки, а кто-то нет. Это значит, что все получат страховки. Это такие важные, ценностные вещи, которые даже не обсуждаются с обществом, которые даже не обговариваются. Если вы как бы знаете ответ совершенно точно, что сделать правоохранительными оргами, кого погнать и кем заменить, и это не происходит, это все равно требует усилия, это требует команды, это требует прихода новых людей, то вот представьте себе социальные реформы, где все время возникают ценностные вопросы, как в случае с землей. Вот где ты возьмешь медицину, там будет одна сплошная земля. Здесь можно занимать позицию, но понятно, что эта позиция, которая будет на ценностном уровне, она может быть оскорена. И вот, к сожалению, то, что мы видим сейчас, что во всех этих сферах по большому счету никаких реформ не происходит и даже не делается достаточно политического и интеллектуального усилия для того, чтобы они были продуманы и чтобы под них была набрана команда, и поэтому они когда-то могли начаться. Я полтора года нахожусь в Украине, я помню все эти разговоры, которые были по реформе медицины полтора года назад. Я воспринимала, мне очень нравилось те люди, которые об этом говорили, как они об этом говорили. Ну и во многом я согласилась, но когда прошло уже полтора года, я поняла, что оно все проговаривается, но ничего при этом не происходит, значит, что-то с этими реформами, с этими разговорами, значит, что-то не так, значит, надо что-то изменить вот там, для того, чтобы оно пошло. Что нужно? Нужно, конечно же, видение. Видения нету, нет ни одного человека в министерстве, который, даже если у него есть какое-то видение, где он может ответить, нарисовать какую-то картину и сказать, как это будет, нету такого человека, это абсолютно точно. У этого видения точно нету общества, абсолютно 100% его нету, и нет понимания, что будет происходить. Мало того, за весь этот период не сформировались люди, которые практически проводили какие-то реформы в медицине. То есть сформировалось очень много теоретиков, хороших экспертов, умных экспертов, образованных экспертов, но в Украине, к сожалению, все те реформы, которые были, они были очень локальными, касались героических усилий какого-нибудь главы какого-то районной больницы, который перешел на какую-то другую систему. Этот опыт был героический, индивидуальный, очень локальный и практически никогда не был обобщен или где-то использован. Поэтому мне кажется, что очень важно нам действительно, ну, прежде всего, видение, и видение реалистичное. Вот сейчас обсуждается и говорят про то, что вот у нас будет модель универсального страхования. Что означает модель универсального страхования? Означает, что все граждане должны все получить бесплатно. Ну, то, что есть, по большому счету, в теории так сейчас, да, все это знают, это в Конституции. Вот что будет. То есть по большому счету, из чего должны состоять реформы? Что неэффективное государство сейчас заменится эффективным государством, которое будет эффективно это все регулировать. Ну, вы верите в это? Я, например, в это тоже не верю. Я сама тоже сторонник, я понимаю, развитых стран универсальной модели страхования. Но те страны, у которых универсальная модель страхования, у них расходы на медицину в десятки раз больше, чем в Украине. Но если вы посмотрите, вот все говорят, обсуждают. Да, мы видим, обсуждают люди, обсуждают реформы, говорят, как в Канаде, или как в Америке, или как в Израиле, или как в Нидерландах. Но в Украине 100 долларов тратится в год на медицину. Поэтому для того, чтобы правильно отвечать на этот вопрос, надо найти страны, которые тоже тратят 100 долларов в год и понять, что такое максимальное, что они смогли добиться на эти 100 долларов. Или хотя бы поставить вопрос по-другому. Что делала Канада, когда у нее были расходы 100 долларов в год на человека? Какая у них была система? Очевидно, что не та система, которая у них есть сейчас. И тем не менее, с течением времени они пришли. Вот мне кажется, что я всех к этому призываю. Мне кажется, для того, чтобы что-то сдвинулось, нам действительно нужна такая экспертная мобилизация. Нам нужно эту тему, про это думать, нам надо об этом говорить, это надо раскачивать. И, конечно же, надо подсоединять общество, чтобы общество стало это требовать. К сожалению, в социальных реформах у нас есть пропорции, потому что молодые, активные, те, кто готовы и могут заставить эту власть что-то делать, они заняты сейчас, может быть, гораздо более острыми вопросами, которые на повестке. Опять-таки, вопросами коррупции, вопросами войны, вопросами какими-то острыми. И в такие темы их сложно подключить. Но без участия, без интереса к этим вопросам, без требования к власти по этим вопросам, добиться практически ничего невозможно. Итак, я считаю, что прежде всего это нормальное, реалистичное видение. Можно бесконечно строить идеальную модель. Мне кажется, Украина в этой ловушке. Потому что очень сложно признаться, что что-то мы не можем иметь и что-то мы не можем позволить. Гораздо просто говорить. Мы будем строить что-то прекрасное, идеальное, но пока мы еще не понимаем как. И поэтому оно никогда не внедряется. Есть огромное количество вещей, которые можно делать уже сейчас, не дожидаясь вот этих вот всех глобальных. Можно тоже точно так же либерализовывать сферу, можно точно так же проводить все мероприятия, связанные с открытостью и коррупцией. Можно точно так же уже часть услуг, не финансировать инфраструктуру, а заменять услугами. Но опять-таки, не находясь в рамках какой-то идеальной модели, которую мы найдем, мы построим все идеально с самого начала, а все-таки понимая, что это все как шаг за шагом, ложка за ложкой, такой долгий, длинный процесс. И вот поэтому я все равно смотрю на это все с оптимизмом, потому что главный источник мой оптимизма это люди. Я вижу, что я вижу, то, что, наверное, очень важно, что люди то есть, с одной стороны, это плохо, что люди настолько замучены от того, что есть и настолько недовольны тем, что есть. Но, с другой стороны, с другой стороны, уже есть очень большая готовность к реформам. То есть, вот когда общаешься с людьми, ну, то, что я, например, не ожидала услышать, когда люди говорят, да снесите уже все, уже все, уже до основания, да уже закройте все, да уже мы готовы за все платить, но пусть хотя бы будет понятно, за что мы платим, пусть хотя бы висит какой-то официальный прайс-лист. Ну, то есть, готовность общества к каким-то вещам мы всегда боимся делать реформу, потому что мы говорим, люди не поддержат, люди не поддержат, это невозможно. Вот это вообще, на самом деле, мы не знаем, что они поддержат. И мне кажется еще, что очень важно, что часто делается решение за людей, и мы, как бы, принимая решение за людей, мы исходим из каких-то своих тоже патерналистских представлений. Мы думаем о том, что люди это не поддержат, реформы будут непопулярны, люди не готовы платить, они никогда не примут, ну, политики во многом, они живут в этой ментальности, они ссылаются на людей, но я могу сказать, что, конечно, это требует дополнительного доказательства изучения, но с моей точки зрения, то, на что готовы пойти люди, вот на данном этапе, это гораздо дальше, намного дальше, чем на то, что позволяют себе пойти политики сейчас. И мне кажется, что это очень жалко, потому что мы теряем этот энтузиазм, мы теряем эту готовность, мы теряем это время, которое можно потратить на то, чтобы действительно создать, создать некую справедливую, честную систему. Вот. Итак, нам нужно видение, видения нет, его надо выработать. Это видение должно быть известно обществу, мы должны понимать, о чем мы говорим. Если президент, и опять-таки, если президент, премьер-министр не говорит о реформе здравоохранения, значит, реформы здравоохранения не будет. Если вы не понимаете, какие проблемы, какой путь, такой или такой, значит, никакой реформы здравоохранения не будет, как и любой другой реформы, как и реформы образования. Это не реформа через запятую. Нам надо, чтобы об этом заговорили. Это хотя бы первый шаг, который еще не сделан, нам надо его сделать. Второе, Я предлагаю, что огромное количество людей участвует в разных очень важных инициативах. К сожалению, очень часто они локальные, касаются очень конкретной проблемы. Ну, например, женщины, которые служат в АТО, там есть свои проблемы. Есть по заболеваниям огромное количество людей, которые занимаются ВИЧ, туберкулезом, такими вопросами. Но очень мало людей, которые работают именно на системную реформу, на то, чтобы полностью всю эту систему изменить. То есть все время берутся отдельные элементы. К сожалению, не частные, а международные организации, они тоже этот фрагментированный подход очень часто поддерживают. То есть они поддерживают какие-то, ну, например, очень много выделяется денег и очень много экспертов, которые работают по проблеме ВИЧ. ВИЧ – острая проблема. Но люди, большинство людей, они же умирают не от ВИЧ, они умирают от онкологии, они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот усилий на то, чтобы систему, вот то, что не отдельно, не инфекция, не самую острая, эту систему сделать, вот этих усилий, к сожалению, недостаточно. А это усилия должны быть и при помощи наших, ну, наших международных, международных союзников, международных партнеров, потому что не будет видения, ничего сделано не будет. Спасибо вам большое. Вот, очень… Спасибо, Мария, что ты с нами. Я уверю, что у нас все получится. У нас 15 минут на вопросы-ответы. Перед тем, как передать право на вопрос в зал, я хочу спросить Давида. Вот это тебе, как бы, мостик из предыдущего доклада, когда Глеб сказал про очень важную роль судебной реформы, судебной системы. Да, мы здесь все присутствующие понимаем, что быстро сделать судебную систему хорошей не получится. Но как нам вот эту проблему яйца и курицы решать примитивно к судам? Спасибо за вопрос. На самом деле очень важно понимать и как-то уходить от иллюзий, наверное. То есть в моем выступлении я все время пытаюсь как-то показать, что мы все еще находимся в иллюзиях и ждем, как Маша правильно сказала, что кто-то сделает это дело за нас, и что-то будет и произойдет несколько месяцев или лет спустя, и все будет хорошо. Также это связано с судами. На сегодняшний день я тоже не знаю такого человека, который тяжеловеса, который занимается конкретно судебной системой. Мы как практики должны себе поставить задачу, какая судебная реформа нам нужна, и как мы ее видим? Краткосрочной перспективы и долгосрочной перспективы. Ни одна страна в мире, имея ВВП на одну душу населения ниже 2000 долларов, не смогла за короткий срок времени выстроить независимые, высококвалифицированные, свободные и элитные суды, судебную систему. Это невозможно сделать, и тот, кто будет вам обещать, будет обманывать. Я думаю, что на сегодняшний день возможно выстроить систему контроля коррупции в самой судовой системе. Можно по новому закону уже убрать ту прослойку судей, которые, в принципе, гиперкоррупированные, столько бы зарплату им и не платили бы, они все равно будут брать взяток и будут участниками коррупции. Но тех, которые не хотят, и такие судьи существуют, и их можно взять на работу, нужно как-то сковывать одной системой. Такая система называется система гайдлайнов, система уголовной политики. Так же, как и сегодня и в прокуратуре отсутствует, и в МВД отсутствует система, в следствии, в загале, отсутствует система уголовной политики, так же она и отсутствует в судах. Она называется судебная практика. Она называется или от нее отходит обычно, маскируясь вне зависимости каждого судей и так далее, который принимает те решения, которые сегодня ему выгодны. Такая система гайдлайнов существует и в судах, и в прокуратуре. Такой системой очень легче контролировать определенную систему принятия решений и в судах, и в следственном органе. Для того, чтобы такая система существовала, нужны люди, которые ее разрабатывают, расписывают, и консенсус топовых менеджеров судебной власти, топовых менеджеров прокуратуры, МВД, которые соглашаются, договариваются, что все будут следовать такой системе. И будут контролировать вниз уже, как она ежедневно выполняется и исполняется. Мы сегодня находимся все-таки на молодежном форуме, и меня удивляет всегда тоже заболевание в Украине, поскольку молодежь пассивна на выборах в основном, политики решили с молодежью вообще не коммуницировать. То есть те обещания, которые дают политики, они в основном нацелены на бабушек, на дедушек, на категорию избирателей выше, например, 30, 35 или 40 лет. Они разговаривают с бабушками и дедушками. Сколько будет пенсия, какие будут социальные выплаты, льготы и так далее, и так далее. Никто не говорит, например, что вот, я извиняюсь, чуть-чуть ушел от темы, но оказывается государство ежегодно платит 200 миллионов долларов, то есть 5 миллиардов гривен на стипендии студентов. Стипендии одного студента это 800 гривен. Никто меня не убедит, что за 800 гривен возможно прожить или во Львове, или в Киеве, или в Харькове, или в другой какой-нибудь области Украины. Это невозможно, нереально. То есть это деньги никуда. Вместо этого есть большая армия украинских студентов, которая имеет интеллект и умственные способности поступить в топовые университеты мира, но у них, к сожалению, нет на это средства финансирования. То есть никто не говорит, что давайте часть этих 200 миллионов, хотя бы 100 миллионов, давайте направим на магистратуру, например, тех студентов, которые сами добьются в Гарварде, в Оксфорде или технологических университетах мира вот этого обучения, или поступления. Нет, 800 гривен всем раздадим, и проблема этим будет решена. Такая же ситуация, разочарование существует и в отношении всех правоохранительных органов. Прокуратура, она неэффективна, у всех возникает автоматический инстинкт и импульс разнести эту прокуратуру к чертовой матери и на ее месте создать что-то новое. Я думаю, что сегодня украинцы больше заинтересованы иметь сильную прокуратуру, которая понимает свои задачи и отвечает этим задачам, поставленными вами, чем ее вообще разнести и создать что-то новое, и кто будет создавать, тоже непонятно. Сегодня правоохранительная система и суды, и прокуратура, и СБУ, и МВД может сыграть такую же ключевую экономическую роль, как, например, отраслевые министерства. Они также могут наполнять государственный бюджет. Пожалуйста, 55 миллионов евро сегодня попало на государственный счет и в бюджет Латвии, одного из бывших чиновников Украины, потому что никого не нашлось в государстве, кто бы эти деньги быстро вернул. Также завтра может 60 миллионов оказаться в бюджете другого государства. То есть мы симулируем сегодня своим бездействием развитие экономики, может быть, в других государствах. К сожалению, это так. То есть нам сегодня больше нужно сконцентрироваться на самом процессе, не разносить бесконечно старые существующие органы, не создавать пятое, шестое, седьмое колесо, а концентрироваться на том, что уже есть. У нас 13 тысяч прокуроров в Украине. Нам удалось сократить, слава богу, их было 22 тысячи пятьсот два года назад. Сейчас 13 тысяч, но в идеальном порядке в Украине нужно где-то 6 тысяч прокуроров, не более того. Если управленческие процессы, бизнес-модели будут правильно выстроены. И нам не нужно 6 тысяч судей. Нам нужно, наверное, 3 тысяч или 400 тысяч судей, если процесс там тоже будет нормально организован. Это также касается и государственных расходов. Когда я работал в прокуратуре, только в центре Киева у нас было 7 зданий прокуратуры. Центр Киева – это Печерск, Соломинский район, и Подольский район и так далее. Это расходы, это ненужное пространство и так далее. Никто не думал просто взять, продать эти здания, вывести все, например, вот здесь прекрасное пространство для того, чтобы вывести, например, все эти административные здания прокуратуры. Пускай они не будут в центре, хотя бы центр разгрузится, и бюджет получит какие-то дополнительные доходы от приватизации, хотя бы недвижимости, которая сегодня на балансе у государственных предприятий или министерства. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Представляйтесь и уточняйте, кому вы задаете вопрос. О, працюю, дякую. Евген Шульга, Ціна, Держава. Программа, которую вы сегодня представили, очевидно, вимагает, для ее втілення, очевидно, будет потребно або мати посаду президента, або перемогти на парламентских выборах. Каким чином вы бачите подальше втілення цієї програми в державную политику? Ну, оскільки я та Гліб, мы входимы до программного комитета, мы вважаем, что очень часто лунающее слово «сполучение» – «політичная воля». Якщо немає интеллектуальної воли, якщо немає ідей, якщо немає бачення змін, тоді ніяка посада, ані посада президента, ані посада премьера, вона не допоможуть. Тобто, главная мета цієї програми – створити новый порядок денный. Ми усі дорослі люди, ми розуміємо, що будь-який найгарніший текст, ну, ви не сможете імплементувати так, як написано. Ні, це, скоріше, така потужна спільнота людей, які втілюють, персоніфікують ідеї, які, як ми віримо, допоможуть країні стати сильною. І це дуже конкретне напрацювання, яке ми зможемо запропонувати чи новим політичним силам, чи новим політичним лідерам, чи тим, хто вже зараз є і розуміє, що якщо не зробити чогось справжнього, чогось потужнього, політичне життя чи існуючих сил, чи існуючих політиків буде дуже коротким і нещасливим. Можна я теж? Так. Я вважаю, що погляд дуже важливий. Наприклад, півтора року тому ми почали розмовляти, говорити про нову модель сімейної медицини. Ми планували робити це в Одесі. Ми говорили, про це говорили з міністерством. У нас було складно почати, але все ж почалося. Це стало тенденцією і зараз це стало політикою. Але це було, по-перше, баченням. Коли не було цього бачення, коли ми про це не говорили, коли ми не збиралися, цього не було і не було взагалі. Але зараз це є. Я так, ну, я полагаю, що це думка і бачення, це перше, що нам потрібно. А його в багатьох галузях взагалі немає. У нас, ми думаємо, що воно є, але його немає. Якщо ти поговориш чісно з експертами, побачиш, що там є, там є декларації. І є декларації, які практично нікак не об'єднані з політичної ситуації, з імплементації, з такими речами. Так, я думаю, що це та праця, яку потрібно робити. Я думаю, що молоді люди, ви всі, дуже важливо, щоб всі приймали в цьому участь. Дякую за перегляд! Забирають вот такие платформы і аудиторії і обсуждають те проекти, за які вони собираються взяться. Це все відбувається хаотично. І тому потрібна правильна платформа, правильне введення і логика, ідеологія, хочете так називати, для того, щоб ми були готові брати на себе відповідальність, і ви готові були і розуміли, за що ви голосуєте, за що ви підписуєтеся, хто ці люди, настільки вони розуміють, куди має двигатися країна. Тобто об'єдняться вокруг цих ідей. Можна я ще одну только мислю? Просто хочу сказати, що все-таки політичний цикл, він дуже короткий. Ну то есть кроме того, щоб об'єдняться і голосувати, кроме політичного момента. І якщо ми будемо говорити о тому, що кожен людина приходить, і у нього починається весь цей... Ну то есть нам все-таки дуже важливо, щоб були які-то базові вещи, які, вне зависимости от того, як меніються люди, міністр і команди, щоб вони все-таки були в цій системі. Тому що, ну як медицині, кожен год приходить новий міністр, і все починається значало. Тому ми нікуди не движимося. Спасибо. Еще два вопроса, пожалуйста. Доброго дня, Василь Бабыч. Хотів би спеціально подякувати Марії за чудову українську, вона буде ще краще. Я думаю, тут треба аплодувати. Моє питання є продовженням попереднього. На цьому тижні було 90, випадалося 90 років видатному українському мислителю і суспільно-політичному діючу Богдану Говрилишину, члену Римського клубу. От він заповідав нам буйно мріяти. Давайте уявімося ситуацію, що першого листопада ваша команда перемагає на виборах, формує кабінет міністрів, формує каліцію в Верховній Раді. І ви, як троє спікерів сьогодні, і Володимир так само, очолюєте певні напрямки роботи. Які топ-5, тобто Давід, наприклад, в прокуратурі правоохоронних органів, Гліб у економічних питаннях, Марія у соціальній сфері, які топ-5 речей ви хотіли реалізувати в перші 90 днів? Ну, знаєте це, 90 днів самовічно. Дякую. Які ваше топ-5 приоритетів? Почнемо здається. С удовольствиемо отвечу на питання. В першу чергу, наверное, в системі прокуратурі надо быстро, швидко поменять где-то 25 руководітелей. Це уровень замів, уровень начальників департаментів в самой прокуратурі, обласних прокурорів. І набрати людей, які не дня не працювали в системі, але хороші юристы. Друге. Наконец-то, опять вернути ту команду, которая зараз розбросана, к сожалению, після нашого уходу з прокуратурі, і внедрити те гайдлайни, і убрати ту бюрократію, яка вже нами була розроблена, тобі внедрити нові бізнес-процеси роботи. Просто хірургічно взяти і урізати все остальне. Третье. Це сокращення на 25-30%, які можна мгновенно зробити, і роботи над внедренням сделки о признанні вини, тобі роботи з Верховною Радою над розширенням антикоррупційного законодательства. Перше – це внедрення сделки о признанні вини по корупційним преступлениям, для того, щоб у корупціонера і фигуранта уголовного преступлення відбувалася мотивація сатурничать за короткий срок времени, щоб ускорити правосудие, щоб оно стало быстрим і эффективним. Друге – це змінити також залог як единственну альтернативу при мере пресечення по корупційним преступленим. І третий важний момент – це зв'язано з незаконною легалізацією імущества. Це гражданска конфіскація, яку я лично предлагав два роки назад в Верховной Раді, яку зарубили кое-кто з депутатів і главний аргумент був, що ви пітаєтесь пересадити всю Україну. На самом деле гражданска конфіскація, она намного быстрий, эффективний і гуманний механізм, чем уголовна конфіскація, яка заложена в Уголовний кодекс. Це пероочередні действи, які треба підпиняти, щоб система збінилася з мертвой точки. Спасибо. Греб? Да, перше. Це не було українською мову. Перше, це я скажу нашому прем'єр-міністру Володимиру, що нічого не буде працювати в тому разі, якщо ми не спрямуємо всі гроші міжнародної технічної допомоги, які ми можемо, на те, щоб швидко зробити перегляд функцій державних службовців, скоротити кількість цих державних службовців за рахунок тих функцій, які є непотрібними, і підвищимо зарплати державних службовців до того рівня, на якому ми зможемо провести прозорі якісні конкурси і отримати якісних людей, тому що інакше ми будемо працювати в уряді в чотирьох. Інакше всі наші ініціативи будуть вмирати на рівні державних службовців середньої та нижньої ланки. Це є перше те, що, власне, не стосується, але я це пораджу нашому прем'єр-міністру. А те, що стосується економічних питань, це розшистка викидання підприємств з переліку тих, які не дозволені до приватизації, і швидкий запуск приватизації всього, крім оборонних підприємств і невеликої кількості інфраструктурних підприємств. Потім це формування незалежних наглядових рад в тих державних підприємствах, які залишаються, і швидке проведення конкурсів призначення нових керівників цими наглядовими радами. Потім по фіскальній частині це є перегляд функцій Державної фіскальної служби, зміна керівництва і та автоматизація, про яку я сказав, тому що Державна фіскальна служба на сьогоднішній день разом з держпідприємствами і двома основними джерелами політичної корупції по стійкості бюджетної системи це є підвищення пенсійного віку для чоловіків та жінок, це є скорочення таких неефективних бюджетних витрат, про який вже казав Давід, де стипендії є найкращим прикладом, тобто того, де всі розуміють, що це є неефективно, але просто бояться зробити, і зняття мораторію на продаж землі-сільськогосподарського призначення. Дякую. А ще прийняття закону про валютне регулювання і скасування всього того жаху і про який я... А ще можна перераховувати це, перераховувати. Я б хотіла б заключити вот ці перві дні некий договор с Європейським Союзом по інтеграції в соціальній сфере, яку можна було б реалізовувати. Прежде все, в образовании, потім в соціальній допомогі, в соціальних стандартах. Тобто, можливо, це должно бути лет на 10, на 20, але ми маємо мати сверхплан, нав'язаний нам зв'не, який ми могли б реалізовувати. Я считаю, що дуже важливо либералізувати і образовання, і здравоохранення. Це можна зробити сразу, хоча б в части привлечення людей зв'не. Ну, скажімо, у нас врач з Європи не може приїхати і просто робити в больниці. Також, як учитель, не може просто приїхати і у нас преподавати откуда-то з Європи. Хотелось би, щоб для начала ми відкрілись хоча б для цього. Тому що мені нравяться все підходи, діньки ходять за пацієнтом, діньки ходять за учеником, але коли діньки ходять за пацієнтом і за учеником, але при цьому остається вся та жа система, нічого хорошого в цьому не буде. Тобто, якщо вони ходять під тим же протекаючим трубом? То есть, якщо вони ходять під те же программы, під те же учебники, під тот же совок, ну давайте говорить прямо, у мене ребінок ходить в школу, мені нравиться. Але все рівно система образування, це советська система образування, є відліки, є що-то, все рівно це виглядить так, це є так, це все от столової до того момента, як дітям говорять, як дітей приветствують, хоча я доволена школою. Це треба відкрити, і треба двигатися до того, щоб це минулося. Нам потрібно различні программы, які приводили бы нам вже нові цінності, нові программы. Тоже саме в медицині. Ну, хоча б просто, щоб могли приїжджати іностранні врачи на цих базах, роботи і учить. Хоча б. Для того, щоб іностранні кліники могли відкривати філяли. То есть, це така перша самая либералізація, і попытки найти некий комплайенс вже на будущее, між тем, що є у нас, і тем, що є в мире. Ну і, звісно, є веще, які можна просто зробити вже зараз, не дожидаясь больших вещей. Ну, наприклад, та жа скораї допомоги. Скора допомоги, господарство платит там 500 гривень за один виїзд. Приїжджає скораї допомоги пустая, берет денег, нету комплекту, нету медикаментів. Частна скораї допомоги може работать уже за такі дінги. Може за ці же 500 гривень, получені от господарства. Почему не віддати? Почему ми должны продолжати мучиться? Ну, вот таких примерів я можу провести достаточно багато. Маленьке редакційне коригування к тому, що я сказав. Мені прокинувся свіжий огірок, який надто довго пробув в банці з солоними огірками. Закон має називатися не про валютне регулювання, а про свободу валютних операцій та руху капіталу. Нам потрібно, як американцям, починати правильно називати свої закони. Дякую. Останнє питання, будь ласка. Перший ряд. Доброго дня. Олег Гнатюк, я кандидат політичних наук. Хотів би задати питання... Не чути, плохо чути. Гнатюк Олег, кандидат політичних наук. Хотів би задати питання пану Давиду. Влітку цього року ви і пан Володимир анонсували створення політичної партії «Хвиля», так? І, в принципі, я так розумію, це вже засади майбутньої політичної програми, які економічному напрямку більш-менш стосуються сьогоднішньої дискусії. Але для того, щоб здобути політичну підтримку, потрібна це потужна базова ідеологія і надійні союзники. З ідеологією зрозуміло, в якому напрямку ви рухаєтесь, але цього ж літа була створена ще одна політична партія на базі ДемАльянсу, куди війшли представники нової країни. І там також ідеологія схожа багатьма моментами до вашої. Валерій Пекер розробив її також, і вона представлена на їхньому сайті. Чому, в мене питання, відбулись розбіжності саме з цією політичною силою, чому яких союзників в майбутньому політичному житті ви б хотіли бачити, з якими об'єднуватись і спільно з якими виробляти ідеологію для просування ваших політичних цілей і для просування української держави і добробуту. Це ціло низьке запитань. Дякую. Дуже коротко, будь ласка. Спасибо за вопрос. В першу очередь, ми не хочемо, що ця партия була ще одній політичні партиї. Сьогодні політичних партий в Україні більше, ніж избирателям, кажуться. У кожного второго політика чи богатого чоловіка в сейфі найдеться якась партия. Ми хочемо відвичатися від інших тим, що ми будемо об'єднутися вокруг цінностей, ідей і проблемних тем. Якщо ми с вами сьогодні, то ми не іщемо політичних в нашій партнері, ми іщемо людей, у котрих багато політичних енергій чи соціальних енергій, які себе не реалізували, які злі, які розочарованы, але мають ентузиаз бороться далі. Якщо ми зможемо об'єднутися вокруг ідей, тобі знайти людей, об'єднутися вокруг ідей і проблем, то вже можна переходити на формальний этап регистрації партий, збору підписів і так далі, яке дуже легко зробити. Але це все відбувається, тому що я рад, зараз історичне в Україні, коли більш-менші легітимні люди і на містах, і в регіонах, і в университетах, і на улиці соглашаються, що треба об'єднутися, і зараз настало время не допускати те ошибки, які були допущені раньше. Щоб ми не поміняли опять власть і в бюрокоді не залишилось неізмінимо. Дякую. Глеб. Я коротко для протоколу скажу, що багато з учасників цього процесу підготовки програм, зокрема і я, і центри, які я представляю, не мають відношення до політичного проєкту, про який ви кажете. Наприклад, наш центр, у нас в статуті написано, що ми не підтримуємо жодну політичну силу, однак це не означає, що ми не можемо робити програмні документи, які відображають нашу ідеологію, наші принципи. І в даному випадку ми будемо щасливі, якщо будь-яка партія, яка зможе сформувати серйозне представництво Верховній Раді, і в найкращому випадку більшість, буде мати програму, яка спирається на ідеологію, яка спирається на наші принципи. Особисто я бачу у цій програмі таку надпартийну силу, тобто ми повинні зробити так, щоб усі політичні сили, які більш-менш потужні, спроможні, щось зробити, щоб вони брали цю програму та втілювали. Я хочу разом з вами подякувати нашим спікерам. Вони навіть мене надихнули. Дякую. І якщо вони почнуть щось робити, вийде дуже добре. Дякую.